всем привет сегодня говорим про правильное питание об этом можно спорить вечно и вы если вы спросили мой личный мое личное мнение то я его отвечу потому что есть кета любые есть любые фрута любые есть всеядные люди но я считаю вот некоторые моменты должен знать каждый могу сказать вот такую вещь о том что мы все передаем сахар неважно в каком он виде он есть и в мясе он есть молочки он есть в других моментах и соответственно это ведет не только к увеличению жировой массы есть худышки с инсулинорезистентностью с ожиревшей печенью и с атеросклерозом классно нет окна и другие проблемы тоже зависят от патогенной микрофлоры кишечник и кожа просто ликуют выдавая очередную порцию красоты из-за фруктов крахмалов и мучного то есть крахмалы в питании тоже имеют место быть у людей с питанием на традиционной кухне очень много моментов которые связаны с избыточным потреблением и напоминаю что если своевременно не прекратить масштабно потреблять сахар может произойти фиброз и лицероз печени подагра и потом мы еще к тому же депрессия неприятные вещи соответственно сахар повышает уровень мочевой кислоты а это в свою очередь развивает риск подагры начинают болеть суставы начинает очень это сильно проявляться другой момент сахар снижает когнитивные функции то есть представьте человек с острым мышлением становится такой глупенький и может переключать только кнопочки или что-то у него такое происходит соответственно из-за этого когда мне говорят о том что я ем протеиновую кашу или там какой-то коктейль смузи для меня это немножко но я не знаю в общем мое мнение немножко другое могу сказать что причин множество психических нарушений от депрессии до шизофрении до болезни альцгеймера тоже является сахар дальше когда мы передаем сахара у нас возникают дефициты хрома медицинкой магния то есть якобы мы поехали но мы опять попали в дефицитное состояние при постоянной гипоксии может появляться анемия и все эти минералы влияют на метаболизм железа то есть железо хоть ты вот обкапайся обкакайте как я говорю своим железом но она к сожалению вот не увеличивается почему короче сахар добавляют везде ребята консервы почти паштеты всякие сырочки соусы кетчуп и йогурты особенно будьте осторожны особенно с молочными обезжиренными продуктами там гликемия сумасшедшая дальше что необходимо включать рацион например костный бульон если у вас там проблемы с суставами яйца мясо рыба источник белка это тоже супер белки выполняют ряд важных функций и соответственно основной компонент ферментов являются катализаторами многих гормонов и процессов и соответственно женщинам необходимо 50 грамм чистого протеина усвоение которого индивидуально зависит от уровня желудочной кислоты и ферментации то есть мы понимаем каждый день 50 грамм протеина женщина должна получить например посчитаете в одном яйце 78 грамм белка сколько яиц нужно съесть чтобы получить суточную норму белка в 100 граммов куриного мяса 15 грамм до 100 грамм куриного мяса съели получили 15 300 грамм 300 грамм ну там опять получили 45 то есть это очень-очень важно чтобы организм функционировал другой момент сливочное масло другие жиры тоже обязательно овощи источник клетчатки и энзимов то есть энзимы должны тоже работать ягоды источник антиоксидантов например если у вас там проблема с гиппокампом и гипофизом зеленые яблоки голубика must have но как же фрукты и сухофрукты при синдроме избыточного бактериального роста при лишнем весе при инсулин резистентности ребят но забудьте ну ладно вам ну пусть другие едят соответственно старайтесь употреблять только сезонные фрукты клубнику землянику по сезону не надо покупать вне сезоны и и можно сказать что если у вас есть непереносимость пищевая это вялотекущая негативная реакция на те или иные ингредиенты то соответственно можно годами бороться с тем что вы даже не подозреваете и к наиболее распространенным например относятся коровье молоко злаковые яйца соя кукуруза арахис рыба рыбные продукты цитрусовые дрожжи алкоголь то есть даже например кто то есть яйца у кого-то они непереносимы кто-то ест кукурузу но на дырявый кишечник ну а кто-то не переносит рыбу у некоторых а прям вплоть до астмы начинается поэтому надо свою тоже фишку знать и до дробное питание за и против ну и хаотичные приемы нагружают поджелудочную но я не могу сказать если у вас там какая-то очень серьезная проблема с жкт это нужно решать со своим доктором надеюсь видео вам полезно вы его отметите комментарием и подпишитесь напишите вопросы кто-то придет опять в консультацию кто-то в закрытый клуб придет так работаем для вас